Иван второй час маялся в пробке. Уже путеса назад он должен был быть на приёме, который устраивал инвестор по случаю своего дня рождения. Ехал прямо из клиники, даже домой переодеться не заехал. Жена Светлана звонила каждые 10 минут и напоминала, что опаздывать нельзя. А он всё-таки опаздывал. Такая жуткая пробка не входила в планы. Непонятно, что там случилось. Машины стояли мертво. Раз в пять минут сдвигались на метр и опять стоп. Все машины сзади, впереди, сбоку уже были рассмотрены, а водителей можно было считать знакомыми. Вон та машина обогнала на полметра, а теперь отстала на полтора. Какое-никакое развлечение. Впереди старичок на «Волге», из багажника торчат какие-то палки с красными тряпками на концах. Слева девушка на «Аоде» всё время говорит по телефону и время от времени с интересом подглядывает на Ивана. Справа на обочине иногда пролетают самые отчаявшиеся или самые наглые. Что там с ними впереди, неизвестно. Иван вообще бы не нервничал, ну, пробка и пробка, наконец-то можно отдохнуть, но представлял, что ему скажет Света, когда он приедет. Ну, если приедет. Опять звонит жена. Ты где? Я уже не знаю, что говорить. Все собрались, про тебя спрашивают. Ты не понимаешь, как важно тебе здесь быть. Я действительно не понимаю всей важности и что мне там делать, тоже не понимаю, но я иду. Я не могу перелететь эту пробку. Не можешь или не хочешь? Света, я приеду, как смогу. Иван сбросил звонок. Не нужен ему этот прием. Пусть инвесторы общаются с руководством клиники. Зачем приглашать заведующих отделениями? Что за радость отмечать день рождения в толпе малознакомых людей? Иван этого инвестора видел один раз в клинике, и вдруг такая честь, приглашен, да еще и с женой. Он предпочел бы поехать домой, провести спокойный вечер, прочесть наконец-то две интересные статьи, присланные ему еще месяц назад, а вместо этого тащиться на какую-то вечеринку, где надо держать лицо и общаться с малоинтересными людьми. Да еще и опаздывает, но неприлично много. Светлана, в отличие от мужа, приглашению была рада. Ей редко удавалось побывать на приемах такого уровня. Ей хотелось не так на других посмотреть, как себя показать. Понимала, что сама по себе школьная учительница никому в этом высшем обществе неинтересна. Но она же при мужа, а этот самый муж, чтобы ему пусто было, никогда ехать не может. Вот те, кто скачет по обочине, куда-то же деваются. Хм, может попробовать. Хм, может быть. Отчего уехал, к тому и вернулся, ирония судьбы. Кажется, на прием он приедет, чтобы только жену забрать. Ну и ладно, хотя времени жаль. Наконец-то потихоньку поехали, и скоро стала понятна причина затора. Страшная авария. Три левковых автомобиля и один грузовик. Вокруг суетились спасатели и из левковушек вынули людей. Покорежные машины техникой, как металлолом, сдвинули к обочине, освободили одну полосу для движения. Водители осторожно обезжали место аварии. Иван увидел разбитые машины, спасателей и врачей-скорой. Краем глаза заметил сидящего на земле у колеса грузовика мужчину с безумным взглядом, явно в шоке, и свернул в сторону аварии. К нему тут же подбежал спасатель. «Вернитесь на дорогу, здесь вам не цирк. Я врач-травматолог». «А, ну тогда вперед вам тут по профилю». Пострадавших было 10 человек, все с серьезными травмами. Сильно пострадал парень, у него был поврежден позвоночник, и молодая женщина, которую спасатели долго не могли вытащить из автомобиля. Ее трехлетнюю дочь, напуганную и заплаканную, осматривали в машине скорой помощи. Врачи занимались самыми тяжелыми, остальные с переломами и травмами ждали своей очереди. Ими и занялся Иван. Отъезжали скорые, увозя пострадавших, им на смену приезжали другие. Все необходимое было сделано. Больше Иван ничем не мог помочь. Позвонил в клинику. «Дотовьте операционную, везут травму позвоночника, я сейчас буду». Прежде чем уехать, подошел к водителю грузовика, так и сидевшему у колеса. Ему сделали укол успокоительного. Взгляд стал осмысленным. «Травма есть, помощь нужна». «Нет». «Это же я виноват, доктор. Что теперь со мной будет?» «Не ко мне вопрос». «Ты, парень, Бога моли, чтобы все живы были». На прием он так и не попал, на звонки жены не отвечал. Полмочи возился с пострадавшим парнем, вырубился прямо в кабинете. А с утра начались привычные и нескончаемые больничные дела. «Домой приехал только вечером». Светлана за день немного остыла. Если бы муж приехал утром, она закатила бы скандал совсем не в традициях их интеллигентной семьи. «Сколько можно». Понимала, что Иван не просто хороший врач, он первоклассный специалист с именем и авторитетом. Много работает, берется за самые сложные случаи, умудряется еще и лекции читать. На все время не хватает, кроме жены. В отпуск они не ездят, выходные вместе не проводят. Каждый вечер, проведенный дома, как под копирку, приехал, поужинал. Попытался прочесть какую-нибудь статью в научном журнале и, не дочитав, уснул. Все. Светлана не помнила, когда и о чем они разговаривали. Некогда, ни о чем, главное, нет желания. Когда и в жизни стали отдельными, а любовь сменилась равнодушием, Света не помнила. Если бы она сейчас сказала Ивану, что их брак трещит по швам, а совместная жизнь больше похожа на доброе соседство, он бы удивился. А что случилось? Все же нормально. Действительно, нормально. Ни скандалов, ни измен. Вполне обеспеченная спокойная жизнь. Без бед, без любви, без счастья. Самое невыносимое, что забыть, как они были счастливы, невозможно. Светочка, молоденькая, только после института учительница, с энтузиазмом взялась за воспитание подрастающего поколения в отдельно взятой школе, куда ее направили преподаватели русского языка. Она слято верила, что силой слова можно уберечь воспитанников от дурных поступков. Главное, правильно объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо. Души прекрасные порывы задели за живое ее учеников. Они договорились не огорчать Светулька, вроде взяли шефство над молоденькой идеалисткой. Были уверены, они в свои 13 лет о жизни знают гораздо больше, чем их наивный Светулик. Они всем классом ходили в походы и на показы киноновинок, отправлялись на каток или турнир по пляжному волейболу. Вот так, во взаимных иллюзиях, Светочка довела свой класс до выпуска. Видимо, ее педагогические потуги были не напрасны, потому что после выпуска ученики не исчезли из ее жизни, поздравляли с днем рождения и Новым годом, приходили со своими бедами и просто так поболтать. Педагоги с огромным опытом и заслугами считали, что такие доверительные отношения с учениками – показатель профессиональной непригодности. Наше дело – дать образование, а заводить с учениками дружеские отношения – верх непрофессионализма. На всех не хватит ни души, ни времени. Скорее всего, обыкновенная зависть. К ним почему-то не шли душу излить. Там, в школе, Светлана познакомилась с Иваном, он был старше ее на 12 лет, взрослый и уверенный в себе мужчина. Его сын учился в этой школе, и однажды вместо мамы на родительское собрание пришел папа. Увлеченная своим делом какая-то не вписывающаяся в каноны педагогики учительница, зацепила Ивана. Он развелся три года назад, с женой не общался совсем, слишком мерзким было расставание, а с сыном изредка и встречался. В этот день он пошел на родительское собрание первый раз в жизни, потому что бывшая жена вдруг позвонила и срывалась в истерику, потребовала, чтобы он немедленно бросил все свои дрибанные дела и бежал в школу спасать сына. А чего спасать, не объяснила. Почему сама не бежит, было, в общем-то, понятно, не в состоянии. Иван понимал, что ничего страшного, скорее всего, не произошло, но в школу поехал. Надо быть в курсе событий, вдруг Диму действительно надо спасать, если не от школы, то от матери. Да и сына давно не видел, надо поговорить. Он готов был забрать Диму к себе, но боялся, что жена, оставшись одна, совсем слетит с катушек. Да и Дмитрий, жалея маму на предложение переехать, отвечал отказом. Иван переживал, но давить на сына не считал возможным, взрослый уже сам разберется. После собрания Иван подошел к Светлане. Он действительно не понял, с чего такая истерика у жены. Тройка по физике, конфликт с одноклассником. Это же не катастрофа, обычная школьная жизнь. Неприятно, конечно, но не повод объявлять спасательную операцию. Светлана подтвердила, что никакой проблемы нет. Дима замечательный мальчик. Немного замкнутый, но добрый и талантливый. Иван уже понял, что у неё всё замечательное и талантливое. Самого отпетого хулигана оправдает и найдёт в нём кучу положительных качеств. Удивительная девушка. Таких уже не осталось. Иван приезжал всегда с цветами, галантный и обходительный. Подроба Светы, учитель истории Емельяна Марковна. Прощая, Милка. В красках рассказывала, как учительская реагирует на то, что это бледная моль, инфантильная девица, которая не место в школе, поцепила такого жениха. Наши мымры от зависти лопаются, ни о чём говорить не могут, кроме как о тебе. Для них учитель и монашка синонимы. Не видать тебе педагогической карьеры, если мужика завела, вернее, не так, не того мужика поцепила. Вот если бы какого лбогонкого, да помучилась, но вывела его в люди, это да, а самодостаточные и независимые не оценят твоего, а, значит, и их самоотверженного труда. Счастливая, любимая, бодополучная женщина, чему может детей учить? Как она подготовит их к суровой жизни? Нила, ты передергиваешь, у нас с половиной учителей замужем. Замужней есть, счастливых нет. Тебе-то откуда знать. А почему они тебе кости перемывают? Нет бы порадоваться. Вот скажи, если бы я собралась замуж за хорошего, со всех сторон положительного мужчину, ты бы что сказала? Счастье бы пожелала. Вот. Ни одно счастье не пожелала, все злобствуют и дадают, когда он тебя бросит. Да ну тебя, я замуж не собираюсь. А ты соберись, не давая им повода для злорадства, у тебя обратной дороги нет. Светлана влюбилась. Такой серьёзный, обстоятельный, он даже ухаживал, будто по плану всё чётко, когда, где, во сколько. Оно и понятно, работа такая, свободного времени нет. То, что Иван был женат, Светлану не смущало. Странно, если бы мужчина к 40 годам никогда не был женат. Смущало другое. Он слышать не хотел о бывшей жене. Странно, столько лет прожили, сыну 15 лет, а Иван о ней доброго слова не сказал. Что же между ними произошло, почему развелись? Иван не рассказывал. Просто довёл до Светланы то, что, по его мнению, ей необходимо знать. Её в нашей жизни не будет никогда, я бы совсем при неё не вспоминал, но там сын. Ему я помогал и буду помогать, мне кажется, ты понимаешь. Он взрослый, умный мальчик, ты ему нравишься. Не переживай, всё у нас будет хорошо. Было не просто хорошо, было отлично. Они устроили себе небольшое свадебное путешествие. Сняли на неделю домик на побережье в Геленджике. Солнце, море, горы и никого, кроме них двоих. Не потому, что никого нет, просто никто не нужен. Светлана смотрела на мужа, а в голове билась только одна мысль. Как же я тебя люблю. Как так случилось, что из всех мужчин на Земле самый лучший, самый необыкновенный достался ей. Она готова была целыми днями смотреть на эти серые, самые красивые в мире глаза. Никто и никогда не был так счастлив. Она начала всерьёз сомневаться в своих умственных способностях, так отупела от счастья, что ни о чём думать не может. Только муж, любовь, счастье. Все следующие годы, когда вдруг накатывала тоска, Света вспоминала неделю безграничного и безусловного счастья и на душе теплело. Ей так хотелось вернуться в то место, испытать те же чувства, вспомнить, как это, быть счастливой. Но за семь лет совместной жизни она больше никогда и никуда не ездила вместе с мужем. Любовь, конечно, никуда не делась, но стала какой-то обыденной, не вызывающей былого восторга. Когда он не приехал на тот злополучный приём, Света всерьёз обиделась. Бросил одну среди незнакомых людей, никому до неё дела не было. Врачи из клиники старались не оставлять её одну, но всё были парами, всем было немного неловко, по сути, незваный гость. Когда на неё кто-то смотрел, ей казалось, жалеют, недоумевают, кто такая, что здесь делает. Она ещё надеялась, что Иван приедет. Когда он перестал отвечать на звонки, Светлана вызвала такси и поехала домой. Хватит с неё этого позора. Дома она встала перед зеркалом, на неё смотрела высокая стройная женщина в элегантном платье с красивым, интеллигентным лицом. Ей стало так жаль эту красоту, она заплакала. Столько собиралась, мечтала, что все оценят их красивую пару, будут говорить комплименты, а Иван будет гордиться женой. Вместо комплиментов, безразличие, вместо приятного вечера, тоска и одиночество. И вот теперь стоит она такая красивая, смотрит на себя и тихонько подвывает от того, что никому её красота не нужна, даже мужу. Полночи она плакала, пудня злилась, потом успокоилась, решила, нечего себя накручивать, сейчас придёт и всё объяснит. Иван пришёл, Света ждала. Ничего, ни объяснений, ни извинений, даже не спросил, как вечер провела. То ли не помнит про этот чертов приём, то ли считает ерунда, говорить ни о чём. Ужинает, читает журнальчик, сейчас уснёт. Вот тут Света не выдержала. Подошла к мужу, выдернула у него из рук журнал, бросила на пол, глядя в удивлённые глаза Ивана, спросила, «Куда же ты вчера делся?» «Тебе неинтересно, как я развлекалась. Ты бросил меня одно, а теперь даже объяснить не хочешь. Мне пришлось вернуться в клинику Света, я устал». Иван поднос полу журнал и продолжил чтение. И все. Изумительно, такое непробиваемое равнодушие. Как же скверно стало на душе. Что нужно сделать, чтобы он вылез из своей скорлупы и проявил хоть какие-то чувства? Изменить. Умереть. Интересно, заметит или подосадует, что опять от работы отвлекли. Опять бессонная ночь и отчаянное утреннее одиночество. Не было это утро ни добрым, ни мудрым, во всяком случае, ни мудренее вечера. За ночь не прокрынулась ни одной мудрой мысли, что делать с несущейся под откос личной жизнью. Света решила пойти проверенным путем, надо ехать к Милке, у то и всегда поучалась вправить мозги. Верная подруга Милка была ярой поклонницей Ивана. Считала, Света в жир убисится, таких мужей больше нет. Ей с высоты опыта виднее. За эти годы она два раза выходила замуж и считала себя экспертом по мужьям, как своим, так и чужим. Первый ее муж был то ли художник, то ли музыкант, то ли поэт. В общем, три в одном. Жизнь с ним была сплошным праздником, била крючом. Милка уверяла, что в основном по ее голове. С ним было весело и непредсказуемо. Непризнанный талант, недоделанная Бадема, неповзрослевший мальчик. Милка говорила, что муж, этак от дрессированное животное в цирке, вроде приручен, но чего от него ждать непонятно. Навеселившись и намаявшись от безденежья, Милка вдарилась в другую крайность. Второй муж был скучным до занудства чиновникам средней руки. Немолодой, непривлекательный, зато со средствами и связями. Наличие молодой красивой жены резко подняло его авторитет в глазах коллег. Поэтому денег на свою куколку он не жалел. К тому же жена – школьная учительница. Как-то не по статусу, поэтому теперь Милка преподавала в университете. Все бы ничего, но выносить его занудство Милка долго не смогла. Развелась и получила от кошелька с ушками в качестве отступного неплохую квартиру в центре города. Теперь она была в полном шоколаде и в активном поиске следующего мужа. Мила искренне считала, что подруге повезло. Красивый, умный, великолепный врач. Не заноцует, не пьет, не изменяет. Что еще надо? До такой любви, как у Светы, у нее самой никогда не было. Оставалась мечтать и завидовать. Явилась мрачнее тучи с заплаканными глазами. Что ж тебе спокойно, не живется. Мила, он меня совсем не замечает. Если я исчезну, он это поймет, когда ужина не найдет. Ужины дома не всегда. Значит, и пропажу не сразу обнаружат. Ему до меня вообще дела нет. Я когда в колледж переходила, я же с ним советовалась, все никак решиться не могла. А он месяц назад поинтересовался, как у меня дела в школе. Света, а ты не преувеличиваешь? Что-то у меня в голове шайбочки с гаечками не совпадают. Это не про Ивана, он же адекватный мужчина. Ну да, сильно увлечен работой, но это же хорошо. Кто же так увлекается работой, что жену в гостях забывает? Что думаешь, баба? Да нет. Хотя может. И лучше было бы, по крайней мере, понятнее. Ты, подружка, брось на мужа бочку катить. Устал, придет в себя, и все будет нормально. До таких мужчин, как твой Иван, еще поискать. Какой мужчина? Положу в корзину, отнесу к лесу, выброшу к бесу. С тоской продекламировала Света. Эй, подружка, ты где этого нахваталась? Это что за творчество? Вынесу, выброшу. Выбросишь, так сразу подберут. Слушай, я правда не понимаю, что тебе не так? Не бывает безумной любви на всю жизнь. У тебя была, а вот у меня нет. Два мужа и ни одной неземной любви. Ты, Светик, счастливая, не гневи Бога. Может, ты и права. Что, собственно, случилось? Опять я к тебе со своей меланхолией. Это всегда пожалуйста. Моя жилетка всегда к вашим услугам. Через несколько дней все новостные передачи начинались с экстренных выпусков с Сахалина. Там опять произошло землетрясение. Страна с замиранием сердца следила за статистикой погибших и раненых. Спасатели и врачи со всей страны летели на Сахалин. В составе одной из бригад собирался вылететь Иван. Света, ты пойми, я не могу не лететь. Там я сейчас нужнее. Не волнуйся, через неделю буду дома. Светлана смотрела новости, как сводки с фронта. Однажды увидела Ивана в сюжете о врачах. Волновалась, звонила. Отвечал не всегда. Щемило сердце. Гнала мрачные мысли. Что может случиться? Он же не лезет в завалы. Помогает тем, кого уже достали. И вдруг новый толчок. Вновь погибшие и раненые. Иван не звонил уже два дня. На звонке не отвечал. Вот наконец-то Иван звонит. А нет, не Иван. Номер незнакомый. Да, я слушаю. Светлана Дмитриевна. Да. Ваш муж Иван Павлович загребен подип при разборе завала в селе Новое. Примите соболезнования. Все расходы по транспортировке мы берем на себя. Чего они берут? Какая транспортировка? Это они что? Про Ваню? Что значит подип? С ума что ли все посходили? Светлана набирала и набирала номер Ивана. Он почему-то не отвечал. Слышала какой-то звон. В ушах что ли звенит. Потом какой-то грохот. А это кто-то в дверь долбит. Встала пошла к двери. Стояла смотрела не понимала как открыть. Что-то неприятное мне сейчас сказали. Блин не помню что. Кто же там так стучит? Звонок же есть. Света открыла. За дверью стояли Ванины коллеги врачи из клиники. Ну и что пришли? Вани дома нет. Никакого дня рождения вроде тоже. и вдруг в голове четко прозвучало подиб соболезнования. Дальше Светлана не помнила ничего. Очнулась когда гроб опустили в могилу. Закричала рванулась. Ее держали. Она билась в чьи-то руках и кричала кричала. Дальше опять туман. Вроде Милка вроде Дима. Что-то говорят чем-то кормят. Когда пришла в себя удивилась что жива. Нет не удивилась. Простроилась. Зачем жива? Мила как андал хранитель всегда стояла за спиной и не давала свалиться в пропасть. Успокаивала уговаривала. Присовала перспективы. Подталкивала к действию. Короче через пару месяцев со Светой можно было поговорить не опасаясь сойти с ума. Честно говоря Мила не ожидала что Свету так переклинит. Понятно умер любимый человек но чтобы так выкинула из жизни. Мила сама присматривала за Светой Света пришла в себя вернулась к обычной жизни. Тоскливо но жить можно. Ушли мысли жить без него не могу. Могу во всяком случае стараюсь. Все улеглось утряслось. По ночам плакала а днем даже иногда забывала страдать. Потом вспоминала но страдалась уже не так сильно. Прошло почти полгода после смерти Ивана когда Мила вдруг спросила Света а ты подавала заявление о вступлении в наследство. Какое заявление а зачем вообще-то у твоего мужа было имущество хотя бы вот эта квартира. Кстати квартира чья Ивана вот а у него есть сын наследник бывшая жена претендовать не может а вот сын вполне я так подозреваю что квартиру тебе с Димкой делить придется а если не вступишь в наследство то и делить нечего будет так что завтра же бегом с документами к нотариусу бред какой-то Свете в голову не приходило что она должна будет делить квартиру с которой прожила столько лет привыкла считать ее своей только сейчас после слов Милы она поняла что это не так она здесь прописана выписать ее нельзя но это не ее квартира нотариусом оказалась молоденькая девушка со строгими глазами и совсем не солидным хвостиком на макушке она посмотрела документы приняла от света заявление и обстоятельно объяснила что Светлана Дмитриевна по закону наследует половину квартиры половину машины и половину дачного участка посоветовала договориться со вторым наследником Дмитрием Ивановичем Задребенным как все это поделить кому машина кому дача кому квартира Света готова была отдать машину и дачу если ей оставят квартиру ей просто жить негде понимала неравноценно Дима скорее всего не стал бы возражать но там же еще его мама пришло какое-то странное сообщение задолженность по земельному налогу и налогу на имущество Света сначала подумала что это задачу и квартиру но почему на ее имя всезнающая Милка посоветовала ехать в реестр и выяснять что за фокусы О Светик меня терзают смотные сомнения это не к добру я бы не удивилась если бывшая жена какие-нибудь козни строят но переписать имущество на тебя чтобы не платить налоги тупо даже для нее да и налоги за прошлый год может Иван что-то оформлял на тебя да мы вообще ничего не покупали все все что есть куплено столь лет назад в реестр Светлане выдали выписку о собственности на земельный участок и дом площадью 53 метра в деревне покровка какая покровка какой дом ей бы с квартирой разобраться только дома не хватало какая-то слишком нервная пошла жизнь ничего не понимая Света позвонила другу и коллеги Ивана Сергея Сережа скажи тебе Иван говорил что-то о домике в деревне это ты про покровку чудный домик мне там понравилось мы с Люськой в прошлом году там месяц прожили Иван говорил что купил домик на вырост потихоньку перестроит в полноценный коттедж а на заслуженном отдыхе будет там жить а почему я ничего не знала и почему он его на меня оформил вот это я понимаю так он старше тебя понимал что уйдет раньше хотел чтобы у тебя было что-то свое а не говорил потому что ни о чем он же хотел сначала построить дворец для принцессы но уж потом привезти принцессу в этот дворец кто ж знал что не успеет ох прости и что мне теперь делать с этим дворцом да что хочешь но я бы на твоем месте не продавал правда замечательное место ты съезди посмотри в дверь позвонили света быстренько распрощалась с сергеем и пошла открывать за дверью стояла не совсем трезвая женщина с перманентом на выкрашенных хной волосах тряхнув рыжими кудрями она не дожидаясь приглашения зашла в квартиру и пошла по комнатам вы кто я кто это ты кто мой сын хозяин квартиры а я хочу жить с сыном у тебя детей нет тебе не понять а я буду жить со своим сыночком но деми принадлежит только половина квартиры а вторая моя отлично будем жить вместе принимай соседей как комнаты делить будем слушайте ну вы же не серьезно мы же не можем жить в одной квартире не хотелось бы но если не съедешь придется ты пока подумай а я привезу вещи послезавтра ну пока и что теперь делать что делают в такой ситуации бегут к подруге вот света и побежала по дороге к малиному дому позвонила диме попросила приехать хотелось узнать идея жить вместе фантазия мамаши или их общее решение дима не успокоил решение выжить из квартиры свету месть ивану пусть и запоздалая дима уговаривал маму дима